Верующие всего мира отметили главный праздник – Воскресение Христова. В ночь субботы на воскресенье с ударом колокола и песнопением православные совершили крестный ход вокруг Богоявленского храма, после чего продолжили пасхальное торжественное богослужение. По установившейся традиции, накануне Пасхи в храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого Поста. В течение всего дня Великой Субботы в церквях и храмах проходит служба. Задолго до полуночи верующие собираются в Богоявленском храме Наринмара в ожидании наступающего пасхального торжества. Ровно в полночь под звон колоколов священнослужители вместе с прихожанами выходят на улицу, чтобы совершить крестный ход. Под пение стихиры и пасхальный звон колоколов верующие обходят храм, после чего Владыка Иаков с радостью приветствует всех собравшихся. Христос воскресе из мертвых, смерть из мертвых поправ, висущем в окрабежь его горьба. За воскреснет Бог и растачатся в родине год. Христос воскресе! Бои с ним воскресе! После крестного хода начинается пасхальное торжественное богослужение. В светлый день Пасхи в Наринмар прибыл священный огонь из храма Господня в Иерусалиме. А накануне Пасхи Наринмарская Мизинская епархия обрела новые святыни. Одна из них – частица мощей патриарха московского и всея Руси Тихона с его иконой, которую Владыка Иаков в преддверии Благовещения осветил на мощах святителя Тихона в московском древнем донском монастыре и доставил в Наринмар. На светлой седнице еще одна святыня, икона с мощами Александра Невского, тоже станет общим достоянием. Она будет изнесена для всеобщего поклонения и во дворице в Богоявленском соборе во второй день Пасхи, потому что 18 апреля есть день совершения славной победы русского воинства, предводительствуемого святым Александром Невским над Тевтонскими рыцарями, когда наша Русь была защищена и спасена подвигом православного воинства. Поздравляю всех с праздником и желаю неоскудивающей пасхальной светлой радости не только в день Светлого Воскресения Христова, но и неотъемлемо во все дни нашей жизни.